Десногорск Информация от пресс-службы ОМВД России по Смоленской области А сейчас об этих и других событиях подробнее 5 и 6 ноября Десногорцы отмечают один из самых значимых престольных праздников День памяти иконы Божьей Матери и всех скорбящих радости О том, как прошло это событие, в нашем следующем сюжете Начался праздник всеночным бдением Под сводами храма собралось более двух сотен прихожан Службу вел протеерей Виталий Сладков, настоятель Десногорского собора В честь иконы Божьей Матери и всех скорбящих радости Вечером в Центре информации Нитрина состоялся торжественный концерт, посвященный престольному празднику Зал был почти до отказа заполнен зрителями Перед началом представления десногорцев поздравили глава администрации Вячеслав Седунков И настоятель храма протеерей Виталий В концертной программе принимали участие детские самодеятельные коллективы Десногорска Отец Виталий напомнил, что 2015 год – год 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне И исполнил песни, посвященные этой дате Но настоящим гвоздем программы было выступление гостя Десногорска Автора-исполнителя, заслуженного артиста России, протодиакона Михаила Спельника Сегодня в храме с самого утра продолжились службы в честь престольного праздника В 8 утра состоялся водосвятный молебен По завершению службы все прихожане удостоились божественной благодати Священнослужители окропили их святой водой Праздничную литургию провел архимандрит Кирилл Он специально приехал из Белоруссии, из города Хотинск Чтобы совершить праздничный чин и поздравить десногорцев В завершении торжественных служб все прихожане прошли с крестным ходом Вокруг храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости В начале сентября поисковикам Десногорска стало известно Что в Спаздеменском районе, в болоте Игнацкий мох Неподалеку от Варшавского шоссе Был найден самолет времен Великой Отечественной войны Как далее развивались события в нашем следующем сюжете Получив разрешение на подъем самолета Поисковики Десногорска снарядили экспедицию из девяти человек В итоге они обнаружили Ил-2 Уникальную боевую машину Великой Отечественной войны Появление этого бронированного штурмовика Стало полной неожиданностью для противника Враг называл эту машину черной смертью Непередаваемое просвещение Когда все это мы увидели Когда из мха торчала все это броня, крылья, плоскости Вот все это, что лежит в шассе Ну, прям так, очень сильные впечатления такие были Непередаваемые Вот, говорю, сродни подъема бойца Уже утром, 25 сентября, поисковики наладили работу По прокладке дороги и подготовке эвакуации самолета Два дня разбирали самолет на части Чтобы его можно было вынести на руках из болоток дороги В ходе демонтажа были обнаружены нижние фрагменты гондолы С номером самолета 68-58 И бирка на бронеплите с надписью Г-4289 По ним поисковикам удалось узнать историю самолета Потерян этот самолет 20 августа 43-го года Садился он на поросли деревьев Было повреждено правое крыло Было повреждено оперение хвостовое И пол плоскости левого крыла Под управлением младшего лейтенанта Суходольского Павла Дмитриевича 18-го года рождения К его спине сидел стрелок Абрамов К сожалению, пока сейчас по нему мы работаем Сам экипаж не пострадал сильно Большую помощь в подъеме и эвакуации Ил-2 Поисковикам оказали поисковый отряд РУС Министерство внутренних дел по Калужской области Администрация Десногорска Смоленская АЭС И начальник УМВД России по Смоленской области Михаил Скоков В настоящий момент самолет готовит к реставрации В скором времени он будет установлен на пьедестал Возле Кургана Славы Раз в три месяца Десногорцы могут видеть совместное построение Всех, кто ежедневно обеспечивает порядок Безопасность и спокойствие в городе Наряды комплексных сил Руководители строевых подразделений полиции Казаки, дружинники Построились на площади перед зданием администрации Для проведения совместного инструктажа Подразделение Равнясь смирно Равня на середину Во время инструктажа уточняются задачи Анализируются недостатки в организации охраны общественного порядка Проверяется внешний вид сотрудников Состояние снаряжения и техники И самое главное Повышается авторитет органов внутренних дел Среди населения Чтобы люди видели, что есть сотрудники полиции В городе Чтобы не думали, что мы Остаемся где-то Что после сокращения нас мало То есть мы есть и будем всегда Члены народной дружины Также обеспечивают охрану общественного порядка И являются полноправными участниками совместного инструктажа Я очень доволен, что есть дружина И город Десногорск у нас стал лучше Во всех качествах Я приглашаю всех в дружину Народную дружину Как командир НД Я вас всех жду Приходите После инструктажа наряды покинули территорию администрации И направились к местам несения службы А сейчас о криминальных происшествиях в Смоленской области В конце октября в дежурную часть полиции города Рослальф Поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин Злоумышленник с маской на лице Угрожая двум продавцам предметом, похожим на восточные нунчаки Требовала дать всю выручку из кассы и продукты питания Чем все закончилось, смотрите далее Опасаясь за свою жизнь Женщины выполнили требования преступника Однако одной из них удалось сорвать с головы злоумышленника повязку И запомнить его приметы Подозреваемый с места происшествия скрылся Продавцы вызвали сотрудников полиции Я его стала держать в тамбуре, на что он мне говорит Дай мне уйти, либо я тебя сейчас убью Схожего по приметам гражданина задержали в ночное время На одной из улиц Рославля и доставили в дежурную часть В содеянном задержанный признался Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления Предусмотренного статьей УК РФ «Разбой» За содеянное 48-летнему подозреваемому Неработающему и ранее судимому жителю города Рославль Грозит лишение свободы на срок до 8 лет В Смоленской области полицейские задержали подозреваемого В совершении разбойного нападения на водителя такси В дежурную часть областного УМВД поступила информация о том Что ночью 2 ноября в поселке Гранки Руднянского района Неизвестный гражданин, угрожая водителю такси Предметом, похожим на пистолет Завладел его рабочим автомобилем И направился в сторону Смоленска В течение часа, схожую по приметам иномарку Заметили на автодороге Юго-Западный обход города Смоленска В районе деревни Архиповка Полицейские предприняли попытку остановить машину Однако водитель их требования проигнорировал И на высокой скорости продолжил движение Инспекторы ДПС организовали Преследование нарушителя После предупредительного выстрела в воздух На перекрестке улиц Лавочки на Витебское шоссе Сотрудники спецроты В соответствии с законом о полиции Осуществили остановку транспортного средства Произведя несколько выстрелов По колесам автомашины Задержанным оказался находившийся в состоянии Алкогольного опьянения Ранее судимый за кражи, грабеж Разбойное нападение Житель Руднянского района В отношении подозреваемого Возбуждено уголовное дело По признакам состава преступления Предусмотренного статьей УК РФ Разбой 4 ноября При оперативно-розыскных мероприятиях По пресечению фактов незаконного оборота наркотиков Сотрудниками уголовного розыска В момент сбыта С поличным был задержан 26-летний житель Ершинского района По факту возбуждено уголовное дело А подрослым Задержали 27-летнего москвича С амфетамином, марихуаной, таблетками и галлюцигенными грибами Ведется следствие Сегодня в Смоленской области Сотрудниками ГИБДД проводятся проверки автомобилистов Особое внимание уделяется Грубым нарушениям правил дорожного движения А именно Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии Выезд на полосу встречного движения Проезд на запрещающий сигнал светофора И нарушение требований перевозки детей А сейчас о победах Десногорских спортсменов 23 и 24 октября В городе Гомель Республика Беларусь Проходил второй юношеский турнир по дзюдо Посвященный памяти заслуженного тренера Внучкина Виктора Александровича Наши десногорцы-дзюдоисты выступили достойно По итогам соревнований Второе место занял Денис Галачев Третье место – Александр Зуев А Александр Игнашин – пятое место Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.РУ Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова